Здравствуйте, дорогие телезрители! И мы вновь на игре «Думай, знай, познавай, супер Блиц». Мы подготовили кубок «Видное ТВ» и также подготовили пять вопросов, на которые хотим получить, естественно, пять правильных ответов. И надеемся, что в этот раз кубок обязательно найдет своего обладателя. Поехали! Представьтесь, пожалуйста. Юдаша Винскоря. Отлично. Меня зовут Кирилл. Ну что, готовы? Поехали. Первый вопрос. Какое животное, обитающее на территории России, еще называют сахатой? Варианты ответа. Лося, кабана, медведя или волка? Медведя. Медведя. А подумать еще. Какое животное, обитающее на территории России, еще называют сахатой? Лося, кабана, медведя или волка? Волка. Волка. То есть вы представляете, да, волк такой сахатый, да? Да. А может это более массивное животное? Ну, волка. Пусть и будет. Волк. А насколько уверены? Пятьдесят пять. Нет, ну, от одного до пяти. Четыре. Четыре. К сожалению, правильный ответ – лось. Лося еще называют. Ничего страшного. Второй вопрос. Вы мультики смотрите? Да. А знаете такой мультфильм про Барбоскина? Да. Отлично. Вопрос. В какую игру играли дружок Лиза и малыш с дедушкой, когда он, дедушка, специально выключил электричество в доме? Пятки. А? Подождите. Настольная игра. Прятки, вроде, я не знаю. Прятки. Ну, настольная игра. Можно настольную игру в прятки играть? Не знаю. Не знаете. Правильный ответ – морской бой. Ага. Ничего страшного. В Индии это животное считается священным. Зато у нас мясо этого животного вовсю употребляется в пищу. Слон. Ой. Мы рай слонов едим? Свинья? Ой, нет. Все. Это животное в Индии считается священным. Но мы вовсю его употребляем в пищу. Не знаю. Ну, подумайте. Обезьян? Обезьяна. Ну, мы обезьян не едим здесь? Ну, свинья может быть еще что-то. Это такое большое животное. Медведь, что ли? Ой, нет, не едим. В общем. Ну, давайте. Вы что кушаете? Обычное мясо. Курицу. Курицу. Еще гуляй. И все. А корову, что ли? А, нет. А может, корова? Можете быть. Или баран. Или коза. Коза. Ну, точно это баран. Я так думаю. Баран. Ага. А может, корова? Ну, давайте, ты на корову. А может, баран? Нет, корова. Давайте корову. Корову. А на сколько уверены? Сто процентов. На пять баллов. Да. Корова. Это правильно. Это действительно корова. Пять баллов в вашем активе. Армия под предводительством кого вторглась на территорию Российской империи в 1812 году? Это я ваше не знаю. Школа. Школьная программа. Ну, отечественная война 1812 года. Кто? С кем мы воевали? Пушкин. Ой, нет. Пушкин. Я шучу. Тоже. Ну, я не знаю. Может, есть варианты? Хорошо. Давайте мы сделаем так. Ну, я назову страны. Давайте мы от стран будем отталкиваться. Германия, Франция, ну и Испания. Германия вроде. Германия. Да. В 1812 году на нас Германия напала. Сейчас. А может, Франция? Или Испания? Испания. Испания. Да. Уверены? Да. А на сколько? Как всегда, сто, пять. Пять. Армия Наполеона Бонапарта напала на вторглась на территорию Российской империи в 1812 году. Наполеон Бонапарт – это Франция. Ну что, последний вопрос. Если один век поделен на декады, то сколько лет будет составлять одна декада? Вот век. Сколько у нас век лет? Век – это у нас сто лет. А, да, сто лет. Вот декада. Если мы поделим на декады, сколько у нас будет лет составлять одна декада? Пятьдесят. Сколько? Пятьдесят. Пятьдесят. То есть это половина? Да я сейчас и думаю. Думайте, правильно. Так. Подумайте. Декада. Восемьдесят пять, короче. Восемьдесят пять? Да. То есть получается, если один век поделен на декады, то как его нужно было век поделить на декады? Чтобы один… Пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят на пятьдесят. Да. То есть пополам, да? Будет, да, пополам. Пополам. Правильный ответ – десять лет. Декада – это одна десятая века. Мало. Ну ладно. В любом случае, я благодарю вас за участие. Спасибо вам огромное. До встречи. Удачи вам. До свидания. До свидания.